Овчарка по имени Север страдает от боли уже около недели. Она с трудом передвигается и почти все время лежит. Что случилось с питомцем, хозяин не знает. Говорит, скорее всего, дело в передней лапе. Возможно, травму он получил, играясь на улице. Гуляли как-то с ним раз. В колею лапа попала, заснеженная. Повредил лапу. Ночью плачет, скулит неделю уже. Толком ходить не может. Максим сразу же отвез своего питомца в ветеринарную клинику. Врачи не смогли поставить точный диагноз. Лишь предположили, что боли собака испытывает из-за суставов и выписали дорогостоящие препараты. Не исключили и перелом. Но подтвердить это из-за отсутствия рентгенаппарата для животных они не могут. Ветеринар говорит, чтобы точно поставить диагноз, вдруг перелом, нужен рентген. Везде обращался, узнавал. Нигде невозможно в городе сделать рентген собаке. А, соответственно, без рентгена диагноз уже не поставить. И как лечить непонятно. В Нижнекамске работают всего три лечебницы для животных. Оказалось, что рентгенаппарат есть только в городской ветеринарной клинике. Но, по словам медиков, снимки он не делает. Не из-за того, что прибор сломан, а по причине отсутствия специального кабинета. Для того, чтобы его оборудовать, нужно потратить немало средств, говорят ветеринары. Он не в состоянии вытащить эту комнату, чтобы сделать вовремя. Потому что это в районе двух с половиной, около двух миллионов. Это вложение. Это надо... Сколько потом драть за снимки надо, чтобы это как-то что-то... По словам медиков, животным, которым нужна помощь, становится больше в весенний период. Собаки и кошки ломают себе конечности при прыжках или их сбивают машины. Правильно поставить диагноз в таких случаях смогут только в набережных челнах. В Нижнекамске, по словам медиков, открывать рентген-кабинет для четвероногих невыгодно. Вера Муратова, Лисан Саитова, Эфир 24.